Конечно, Путин и Лукашенко – это действительно два бойца в одном окопе с сегодняшней ситуацией. Они как и надеялись, что такое Россия, что такое страны постсоветского пространства, что такое Беларусь. В общем, надо все это растащить по углам и обслуживать именно этот золотой миллиард. А нас орда. Да, а нас орда. Вот, 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 вот. Поэтому они, Запад сейчас себя догнал в очень сильную ловушку. Они, в принципе, не особо нужны, но на всякий случай, знаете, в корзинке. Ну, сейчас достанем Тихановскую там или еще кого-то. Ну, потрясем ими. Они уже неинтересны. И к ним почти так же относятся, уверяю вас. С точки зрения психологического анализа, поведения лидеров, как бы вы охарактеризовали те, кто с нами рядом, допустим, и те, кто наши? Например, Владимир Владимирович Путин. Ну, что мы видим, да. Мы, значит, видим человека, который вышел, является выходцем из спецслужб. Это человек военный, человек безэмоциональный, так как, в общем-то, работники все спецслужб. Это основная категория и фрейм, который, так сказать, отводится на взятие, назовем так, на привлечение к работе. Это люди, отличающиеся малым количеством эмоций, да, большей логичности, принятия решения аналитического ума. Должны обладать определенного рода соревновательностью, так называемой, да, определенной устойчивостью к стрессам, да. Но здесь как раз будет очень хорошо играть позиция отсутствия эмоций, да, вот, которые им проявили в спецслужбах. Это люди достаточно адаптивные к определенным рода опасностям. В то же время это люди логического и аналитического склада ума, и это люди, которые умеют принимать решения путем получения и переработки информации. В данном случае, если переходить к персоналике Путина, мы видим человека, который эволюционно формировался как политик, это то есть человек, а системы, он из системы далеко не выпадал. Система – это рамки, система – это обязывающие определенного рода и законы, и формы поведения. И кроме того, я бы так сказал, одна из форм и специфики этих людей – это форма доверия, потому что в спецслужбах в основном это все основано на доверии. Вот мы вам поверили, вы должны быть. Вот если там, не дай бог, что-то, значит, вы предатель, вы все, вы из этого сообщества выходите. Ну, если не входить в такие глубинные ретроспекции, можно… Я вернусь вот к сегодняшним процессам, что мы видим сейчас. Мы видим, что 90-е годы и те события, которые произошли, они, безусловно, являлись, ну, скажем так, и предательством элит, и развалом связи, развалом государственной системы того же Советского Союза, неплавного перехода, да, мы видели просто рухнувшее государство, да, под исключительно, я даже сказал, не внешним напором, оно было, конечно, безусловно, но все-таки основной позицией это было действительно предательство внутренних процессов, вот эти формирования внутренних элит, и, скажем так, весь этот процесс внутренний повлиял на этот распад. Вот в эту систему вошел и Путин со своими принципами, со своими убеждениями, со своими мыслями и так далее. Я видел формирование этого человека, который из достаточно жесткого человека системы превратился в масштабного политика в очень сложное время. Человек, который со своим убеждением о том, что страна вошла не в тот процесс, я имею в виду 90-е годы, что страну начали, а Россию в буквальном смысле стали вытирать ноги, но окончательно на колени ее не поставили, хотя загнали в достаточно сложное положение, где была уничтожена экономика и, в общем-то, непонятная политика, и различные неолибералы формировали как раз кластер такой капиталистический, причем в худшем варианте, потому что частная собственность есть и в том же Китае, например, но она достаточно социальная, и бизнес там социален, социально ответственен, а здесь просто происходил грабеж и во всех худших сценариях, которые мы могли взять от тогда еще так называемого Запада, которого мы боготворили, которые думали, что там будет все так прекрасно, мы увидели, что это совсем не так, и что те устои, те принципы жизни и даже принципы отношений, они совершенно другие. Но вот представить можно только, вы знаете, наверное, если брать политику Путина, конечно, кто бы как ни говорил, я никогда не являюсь ура-патриотом или каким-то либералом, у меня человек, который основывается на фактах, на происходящих событиях. Я считаю, действительно, этот человек как-то уникально попал в Россию, его, наверное, надо было найти для того, чтобы это было. Либо наоборот, да, то есть если бы этот человек не попал, я думаю, в России уже бы не было, мы были бы размыты как государство, как, может быть, даже национальное образование, слились бы с Западом, ушли в его ценности, вот, и я не думаю, что вот мы туда вошли бы как, скажем так, в авангард, да, то есть мы все равно были бы второго, там, сорта, третьего, какого угодно, да, то есть мы где-то были бы в очереди там в образовании, получении работы и так далее, мы это все видели. То есть одним словом, мы не попали бы в формирование так называемого западного золотого миллиарда, который сейчас вот буквально стал видимым, да, то есть все обнажилось, проявилось и так далее. Но вот эти интенции, конечно, такой человек, как Путин, он подхватил. Это и, на мой взгляд, вошел в крайне серьезные процессы, с некоторой стороны даже кажущиеся невозможными, но все-таки определенная историческая память у России, у стран, скажем так, которые входили в блок Советского Союза, государства Советского Союза, она осталась. То есть это и война, и определенного рода различные процессы, которые были в 50-е годы, в 30-е годы, революция, то есть все те процессы, которые, которым содержатся вот именно те, кто проживал на территории тогда еще Советского Союза, на территории России, они очень глубинно вошли в определенный идентификационный и личностный код так называемого тогда советского человека, сейчас бывшего советского человека. И все-таки еще остатки определенного вот этого кода, они остались для формирования, как некоторый задаток, вы знаете, даже такое определенное зерно, которое, слава Богу, не пропало, а вот за 30 лет вот этой трагедии, перехода так называемый период нового времени, я имею в виду 90-е годы, должен был быть сильный лидер, должна была сильная личность, которая понимает, что она делает, и которая должна была вести новую страну не просто каким-то задворком, потому что Россия, в общем-то, российский народ, так же, кстати, как и белорусский, потому что сейчас разделять это практически невозможно, это великие и государства, и отношения, это все единое пространство, это действительно, я не очень люблю слово братский, но в данном случае другого слова назвать очень невозможно. Вы знаете, мне очень нравится, вот в последнее время часто звучит такая формула «два государства, одно отечество». Спрошу вас о Александре Лукашенко, если бы он не появился в свое время на политическом вот этом небосклоне, была бы сейчас Беларусь? Они так же где-то близки, как и у Владимира Владимировича, и они, в общем, в определенной степени похожи, потому что единственный момент, который отличает, вы знаете, вот в государствах, так называемых, которые при распаде Советского Союза стали, получили суверенитет, да, и стали развиваться самостоятельно, им всегда было тяжело, в каком смысле? Это маленькие государства, которые должны были находить вектор движения. Им надо было между определенного рода субъектами политики, то есть государствами, находить компромиссы различные, то есть для того, чтобы поднимать свою страну. Это тоже достаточно уникально, это тоже должно быть очень схоже с той ситуацией, которая была в России, и с точки зрения лидерства. Вот мы видим, Александр Григорьевич, да, тоже человек системы, тоже человек жесткости, воли, и достаточно сильный человек, да, то есть вообще на самом деле вот то событие, которое мы все помним, когда Запад настолько увлекся своей, не знаю, исключительностью, и уже вмешивался даже в отношения Белоруссии, в том числе перспективы развала России и так далее, и я вообще, насколько помню, там была и работа, и заработная плата, и, в общем-то, народ всегда жил хорошо, то есть если без раскачивания лодки и вот этих вот, извините за выражение, не парламентское, поганых идеологических новшеств, да, или каких-то там нравоучений со стороны Запада, которые просто сбивали с толку людей, и вполне себе экономика и политика Белоруссии вполне достаточно развивалась, и вообще я считал, что это достаточно очень интересное государство, и очень хорошо развивающееся, как раз тоже с крепким, сильным лидером. Поэтому, кстати, возможно, что один из плюсов, что Россия и Белоруссия в такое сложное время, в отличие от Украины и, в общем-то, других республик, которые, конечно, пытаются собрать в кучу, но мы видим, что это достаточно серьезно, вот на примере, например, Армении сегодня мы это все видим. И вот, конечно, Путин и Лукашенко – это действительно два бойца в одном окопе вот с сегодняшней ситуацией, и не возобладали надеждой западных политтехнологов развалить это, и, в принципе, я думаю, перспективы в этом, пока мы держимся за руки, и, в общем-то, достаточно хорошие, поэтому будем действительно держать удар. Я думаю, мы обязательно, конечно, придем к тому, что мы все-таки победим, и действительно наш союз, Россия и Белоруссия, и останутся так, знаете, как у философов, на века. Мы будем думать, что это все-таки останется надолго, а на века, потому что все-таки формируется поколение, когда не впускается вот эта западная грязь вся, и когда действительно сильные лидеры с хорошим предложением к своим гражданам, уже формируются другие гражданские институты, уже формируются другие люди, другая психология, уже другое социумное восприятие, понимаете, то есть это уже совершенно другие люди, поэтому если мы это все удерживаем, а мы это обязательно удержим, я думаю, здесь очень хорошие перспективы. На протяжении особенно последнего времени мы видим, как условный запад или коллективный запад, тут по-разному его называют, разговаривают с нами с позицией силы. Вот подобная тактика, как, во-первых, показала практика, раз, ну и зная, опять же, наших лидеров, насколько она может, в принципе, иметь шансы на успех, и вот мне интересна ваша оценка действий, реакции и лидеров, и народов наших государств вот на такие вот действия или такое отношение к нам. Конечно, за время падения Советского Союза, за время 90-х и так далее, а вот весь этот период, безусловно, что мы могли потерять? Мы потеряли в определенной степени определенные рычаги экономики, да, мы потеряли кадровый состав, мы потеряли определенную систему образования. Давай так, не то, чтобы потеряли окончательно, мы ее сбили, мы вошли совершенно в другую систему, мы практически планировались с Западом быть сырьевым придатком, вот, то есть именно для того, чтобы мы просто обслуживали тот самый золотой миллиард, который возрек себя с точки зрения исключительности, мы помним слова Обамы, да, то есть как бы появилась такая страна США, которая является исключительным. К ней же и примкнуло все остальное западное его сообщество, скрепленное всеми форматами, которые сделали Соединенные Штаты. Абсолютно колониальное мышление, империалистическое мышление, вот, и они как и надеялись, что, ну, что такое там Россия, что такое страны постсоветского пространства, что такое Беларусь, в общем, надо все это растащить по углам и обслуживать именно этот золотой миллиард. То есть дальше у них уже была просто система политического вмешательства, экономических определенных механизмов и так далее. Вот, поэтому, конечно, мы на определенном этапе все-таки здесь проблемы поимели. Но, вы знаете, я тоже думал, вот, когда вся эта заваруха начиналась, в этот момент, вот, я вам скажу свое ощущение, вот, начало что-то меняться, да, то есть, может быть, по частоте поданной информации, может, еще что-то. Началось формирование, ну, различного, скажем так, кластера финансовых механизмов, производственных определенных механизмов, вот, например, создание Ростеха, его развитие, то есть это большое количество различного рода деталей и так далее. И мы все-таки попытались и пытаемся и делаем это, весьма успешно это делаем, развиваем один из наших самых сильных козырей. А наш самый сильный козырь – это все-таки военный козырь. Вот как бы то ни было, можно все что угодно говорить. Да, экономика развивалась, но в Советском Союзе она была больше милитаризована, основана на идеологии, хотя были различного и прекрасное было образование, научные институты, наука великолепна, все было. Но, к сожалению, все время смотреть назад, вспоминать его хоть смысла нет. И вот на руинах, почти на руинах этих процессов мы решили все-таки переформатировать наше государство. И когда Запад, а я вам так скажу, на самом деле, вот у них нет русистов на Западе, хороших аналитиков по России. Ну, можно сказать, и по Белоруссии в том числе. Они там бегают со своими непонятными. Хорошо, в самом деле. Пусть думают, что мы с медведями и балалайками здесь. Да, 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 у кого-то идиотский образ. Да, вот какой-то идиотский образ они себе создали. Вроде понасладили у нас вузы различного рода ученых, так называемых аналитиков, в основном работающих на НТО и другие аналитические структуры, которые работали и на разведке, и на военные ведомства, и на политические ведомства. Ну, только не научные. Научные были, но крайне мало. Я общался с американцами, общался с европейцами. Огромное количество общался. То есть, вы знаете, у них все-таки этот стереотип остался. И слава богу, что они так и не смогли собрать и понять вот ту психологическую составляющую, которую могла бы сломить, именно сломить вот эту славянскую так называемую кость, представители славянской нас, хотя она гораздо шире, ни Россию, ни Белоруссию. Да, то есть, и в связи с этим они решили так, что, ну, они такие прагматики, они, у них аналитика, она рациональная, а в России она больше иррациональная. Все-таки мы более широкие, духовные люди. А у них рация вот такая вот работает. И они решили, что если у них грохнулась экономика, обратная политика, в последнем много коррупции и так далее, и так далее, мы их можем сломить. А что их сламывать там экономикой? Да давай по ним долбанем. Ну, нет, долбать мы сильно будем, но надо что-то еще. Включили в себя психологию, экономику, политику и военную силу. Это превратилось в так называемую гибридную войну. Сделали тараны, которые мы сейчас видим из Украины. Это отдельная, очень глубинная тема. Это сделали именно тараны из нее, потому что много сошлось именно на этой территории, именно на этом этносе. К сожалению. Поэтому то, что они сейчас применили военную силу, с одной стороны, это действительно трагично, потому что гибнут люди, а с другой стороны, все-таки, как бы то ни было, нам в определенной степени повезло. Они ударили в то место, где у нас козырь, сильнейшие козыри, и человеческие, и психологические. И все-таки, я считаю, в последний вагон мы заскочили еще и технически. Потому что вот мы сейчас что видим на полях сражения? Мы видим появление новой техники. Мы все время видим развитие вооружения. Да, там используются полигоны и так далее, но война, она грубая, страшная, истинничная, ничего не поделает. Не все ее используют. Но мы это видим. Откуда это взялось? Это не сегодняшняя разработка, это бывшие разработки. Это усовершенствованные разработки. Это люди, которые все-таки в определенной степени опять вернулись. Те же ученые-оружейники. Но это большой кластер электроники и физики и так далее. То есть, в принципе, это не... Я даже думаю, что в определенном, скажем так, определенном формате, что все-таки это не прекращало работу. Мы очень правильно сыграли. В данном случае, возможно, даже с учетом и спецслужб преподачи информации, мы, как это у разведчиков, давали и ДЭЗу о настроениях людей и так далее, что, в принципе, сыграло хорошо нам на руку. И они не смогли нас понять и не смогли окончательно нас добить. Хотя очень сделали нам больно, потому что они включили всю историческую ретроспекцию. Как раз они попытались ударить именно по тем скрепам, которые, как на их взгляд, именно на чем основывался советский народ в тот момент. Но сейчас уже российские, я не отличаю и белорусские абсолютно. В принципе, вот эту вот скрепу им не удалось разрушить. Но они сделали очень больно. Поэтому Россию еще никому не удавалось победить окончательно. Да, там, не знаю, как там, насчет монгол-татар, там, или Наполеона, который доходил до Москвы, и в результате все это проморожило. Да, мне один палишь. Помните, наверняка, шутка старая, но очень актуальная по сей день, КВН-овская, когда пришли монгол-татары. А нас орда. А нас, ну, ответ, а нас вы знаете. Вот, вот, вот. Поэтому они, Запад сейчас себя догнал в очень сильную ловушку. Кроме того, приятно осознавать, что Запад успешно разваливался. Они тоже расслабились, то есть у них тоже не работала в полную мощь военная промышленность, не работали определенные предприятия оборонного комплекса, то есть у них была страшная коррупция по разворовыванию средств, которые выделялись именно на эти цели. Вот, все это уходило в политику, то есть они гнили достаточно неплохо. Поэтому, когда аналитики различного уровня из различных организаций приходили к ним, и большой условно, так сказать, компьютер формировал, как бы им сильнее ударить, они это планировали, это действительно так, ну, вот, по крайней мере, в каком-то аспекте. Вот, с 2014 года мы видели это уже непосредственный выход. Вот, они все-таки так и не смогли сформировать для себя правильную, так называемую, дорожную карту. То есть их напор охватил и на какой-то промежуток времени, там, ну, я не имею в виду начало вот этого тарана и подготовки антироссии из Украины с 2014 года, хотя, на мой взгляд, это началось гораздо раньше, с прихода Ющенко, а до того еще раньше, когда Кучма написал «Украина, не Россия», уже тогда надо было обращать внимание. Ну, все были увлечены экономикой, зарабатыванием денег, уже врагов особо как-то никто нигде не видел, и, в общем-то, это совершенно по-другому формировалось. Вот. Но я так думаю, что они совершили катастрофическую для себя ошибку. Я очень надеюсь вот на наших лидеров, вот, и на Владимира Владимировича, и на Александра Егоровича, и вот, как бы, раз мы спина к спине стоим, и сейчас уже происходящим процессом, чтобы ни в коем случае не остановиться и идти абсолютно до конца. Вы знаете, нехорошее слово «уничтожать», но, вы знаете, я его применю исключительно к тем идеологиям и к той психологии Запада, которая на нас основана. Вот ее надо уничтожать, и уничтожать надо опять сформированный и выпущенный из, откуда-то из ада, неофашизм, так, неонацизм. Вот это надо уничтожать, именно уничтожать, без зазрения совести. Хотя, вот те военные цели, которые поставили, поставила Россия в проведении специальной военной операции, динацификации, демилитаризация, нейтральная позиция прилегающих территорий, если от них вообще что-нибудь останется. Вот, вы знаете, у меня, как у профессионального психолога и политолога, есть некоторые сомнения вот именно в денационализации, потому что после войны процесс денационализации немцев, он был очень глубинный, он был очень масштабный, он был очень долгий. То есть, он был очень жесткий, кстати, даже в определенной степени, с точки зрения психологии, жестокий, потому что мы переламали, когда, например, школьники ходили обслуживать концлагеря, вот эти бывшие территории концлагерей, они видели вещи убитых людей, там, остатки частей тела, они были в этих местах, то есть, была альфакция, это я имею в виду запахи, да, восприятие, это визуалистика, да, это аудиалистика, то есть, как бы, все те процессы, которые на них пошли, и вот это было. Что будем здесь делать мы? Мы все-таки, вы знаете, мне не всегда нравится риторика, но это может быть мне, это мое личное мнение. Я знаю, Россия идет благородно, да, мы выковыриваем эту дрянь всю, эту нацистскую из-под домов, где они танками стоят и прикрываются живым щитом, мы не бьем по домам, мы, наши ребята военные, путем риска своей жизни спасают мирное население. Но по статистике-то, может быть, оно и мирное, но они настолько с промытыми мозгами, и настолько это упало в благородную, в достойную почву, это зерно. Ну, в общем-то, никто не скрывал, что, вот, известна же фраза того же Сороса, что Украина нам нужна как торпеда против России. То есть, вы говорили таран, да, ну, одно и то же по смыслу-то. А как вот, на ваш взгляд, получилось, что вот все население Украины, в общем-то, братского нам народу попало в такую психологическую ловушку, и достаточно быстро, и чуть ли не в одну секунду стала антироссия, хотя, да, надо признать, что действительно это процесс не одномоментный, и потихонечку, где-то так тихо и сапо, где-то не очень людей к этому готовили. Но все равно, вот, то, что мы наблюдали в последнее время, ну, это произошло очень быстро. Вы знаете, да, наболевшая тема очень болезненная, и мы пытались в ней разобраться, и я пытался в ней разобраться вот исключительно психологических факторов. То есть, сюда можно, конечно, прилепить само формирование Украины, да, то есть, мы помним про соединение русских территорий, практически территорий, частично принадлежавшей Австро-Венгерской империи, ну, и так далее, да, то есть, сотканное буквально из лоскутов образования и государства. Здесь есть еще один момент, потому что национализм на Украине существовал всегда. Его вот эта позиция своей исключительности, своей унитарности, он всегда присутствовал еще в 20-е, 30-е годы, то есть, это происходило. Ну, а во время революции, после революции даже, да, то есть, когда Ленин дал Ухасову формирование и расширение, скажем так, Украины, да, и создание Советского Союза в дальнейшем, конечно, была благая цель создания одной из республик и так далее. Как раз им были даны русские земли. Поэтому вот на этом где-то этапе произошел так называемый, ну, совмещение, скажем так, антироссийских, антирусских идей, националистов, которые как раз были в тот момент на территории, которая принадлежала, ну, та же Галичина и так далее. И России, мы это помним, когда были русины, когда были гонения, все это вот это, тогда это формировалось. А сейчас что произошло? Сейчас, ну, во-первых, мы помним, да, что тоже бандеровское движение, это как раз из того же кластера, когда Гитлер напал на Советский Союз, началось элемент эколаборационизма именно на Украине. Как раз именно оттуда пошли вот нотки зарождающегося фашизма и создание так называемой унитарной, отдельной Украины, да, хотя они в определенный промежуток были и не за Гитлера, и против России. Они хотели свое государство националистки, тот же Бандера, Мельник и так далее, да, то есть вся вот эта верхушка поганая. Вот, но поскольку им кем-то надо было к кому-то примкнуть, конечно, они примкнули на тот момент Гитлеру, да, к фашистам, потому что на то время, как раз это был 41-й год, Россия все-таки несла тяжелейшие потери, и были тяжелые бои, и неизвестно, что еще тогда могло быть, поэтому они тоже это все нос по ветру держали. И как раз формировали, в том числе, учились у Гитлера именно национализм более глубинным и более жестоким. Вот, поэтому все-таки это осталось в своих генетических, я люблю это слово, генетический код, психологическое понятие как раз, которое остается историческим фактором вот это все, то есть формирование психологии личности, да, восприятие мира вокруг себя, вот с этого момента началось восприятие мира как что-то лишнее, что-то, то, что мешает им создавать свое единое государство, генетарное вот это на основах национализма, превосходства. Как раз вот эта вот фашистская Германия им внесла туда свои коррекции, кроме того, они закалились, они ужесточились, да, то есть самые жестокие акции карательные проводили именно националисты на территории Украины. Даже в некоторых акциях даже немцы не участвовали, в которых участвовали они, вырезая там деревья. Только на территории Украины, на территории Беларуси тоже очень много известно. И Беларуси тоже, да, 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 кстати, да, это территория Беларуси. Хатынь-то самое известное, известное случая, и в Советском Союзе просто, ну, как-то умалчивали по определенным причинам, кто же именно, собственно, спалил Хатынь, но потом-то стало известно. История длинная, можно и 19 век вспомнить, вот появление первых их людей, которые, опять же, насколько они были самостоятельны, большой вопрос, но это все очень длинная тема. Мы же видим, как буквально за каких-то... Ну, с 14-го года сколько тут времени прошло, кажется. Ерунда. Да, конечно, многие говорят, вот Гитлер за 8 лет сделал из немцев, там, всех поголовно нацистами. Но и то ему не до конца это удалось, как потом выяснилось. Но и здесь, из огромного народа, в общем-то, я не знаю, сколько сейчас там проживает население, никто толком, никто не скажет. Да, но сделали такую огромную, действительно, анти-Россию. Вот, просто по щелчку, фактически. Здесь, вы знаете, здесь достаточно сильно использовались исторические факты, и они были перевернуты. То есть, вот они взяли, скажем, правду, историческую ядь, которая, скажем так, формировалась на Украине, да, я имею в виду победа, общая победа в Великой Отечественной войне, герои и так далее. Да, они взяли это, вывернули. То есть, опять они пришли со своими идеями, у них своего превосходства, да. То есть, есть нацизм, есть национализм. То есть, национализм, это ты, когда уважаешь свою нацию, да, там, идешь и так далее. Когда нацизм, это нетерпение к другим народам. И американские технологи, они достаточно ушлые ребята, поверьте, поэтому глубинно и массово подключали различного рода НКО. Основная тема была на школьников, вообще на молодежь. То есть, вот сейчас вот эта тема национализма, она поколенческая. А почему она поколенческая? То есть, это не тема, просто она пришла, и сейчас мы из них сделаем патриотами новой Украины какой-нибудь там, да, или России, или еще что-то. Нет, опять мы будем так называемый братский народ и так далее. Нет, вы знаете, к сожалению, к сожалению нет. Я лично в это не верю. Но это поколенческая проблема. Десятилетиями. Почему? Потому что то, что вбивалось западными НКО и вот этими различными структурами, там были очень хорошие технологии, особенно психологи очень были хорошие. Особенно правду, которую им говорили. Закрытый информационный кластер. То есть, там работала очень серьезная система психологического давления и обоснования, основанного вот на исторических тех моментах, которые вот мы сейчас с вами до этого так вкратце со всем буквально мазками обсудили. Они буквально сделали пересадку из прошлого в настоящее и сказали, ребята, да вы опять точно такие же. Вы опять можете это сделать. Опять включали механизмы, где были так называемые психологические якори. Это я имею в виду там вот Москаль, вот эти вот оскорбления там. Это враг украинца и так далее. Это начала формироваться, это была визуалистика, это были различные фильмы, мультфильмы, распространяемая литература. То есть, все то, что входило еще в неокрепшие умы. Потому что в подавляющем большинстве вот люди, которые жили в Советском Союзе, это уже поколение, наверное, за 60 туда, где-то там 55 плюс и туда. На них это не сильно действовало. Они могли еще в какой-то степени сейчас еще воспринимать это враждебно, потому что вот почему-то Крым ушел там, да, вот что случилось. А на самом деле работали националисты, готовы были вырезать людей там и так далее. Они это не воспринимают масштабно, потому что они обыватели, они не могут это понять. И закрытый класс, то есть буквально плавильный котел, формирующий вот такую массу, которая, взрывную массу, которая могла уже нападать. И они уже глубинно, психологически в это входили. Развеять это просто какими-то победами или просто, ну, скажем так, какими-то элементами показаний жестокости вот сегодняшних националистов, вот мы видели там на Азове, да, материалы. А вот как мы будем работать с молодежью? Это самое, ну, как губка усваиваемая, новые, в общем-то, на их взгляд. И, в общем-то, чем отличается нацизм? Своей бровадостью, своей жестокостью, своим превосходством, своей исключительностью. То молодого человека или молодой девушки, там, 18-17-15, особенно даже сейчас они детей или в пубертатном периоде, то есть подростков при формировании личности, все они это проговаривают, это формирование социумного восприятия, оно враждебное к России, оно у них в ходе. Ну, вы наверняка тоже видели эти видео, их очень много. Где в детских садах Украины, нынешней Украины, какие поют песни, да? То есть это не про солнышко, не про маму. Ну, то, что поют дети в наших детских садах, я имею в виду, в Беларуси, России. Ну, военные действия так или иначе когда-то закончатся. Но здесь-то что останется? И что с этим делать? И как быстро мы сможем все вместе уже в данном случае вот это вот пережить, перебороть, не знаю, какие-то еще слова подобрать, чтобы все-таки вернуться к отношениям, которые были бы похожи или можно было бы называть нормальными? Вы знаете, здесь, конечно, есть определенные психологические методы, организационные методы. Безусловно, когда мы закончим все вот эти военные действия, то, конечно, перейдем в мирное существование. Конечно, будет переформатировано информационное пространство, зачищено, пойдет совершенно другая информация. Я думаю, детская психика так устроена, что она лоббинна, она, в принципе, может вполне себе меняться. Она может восприниматься. И, в общем-то, человеческое подсознание и психика, она всегда выдавливает плохое. То есть, единственное, что она требует, не любит пустоты. То есть, ее надо будет чем-то замещать. Вот то, что будет выдавлено из детей, а как раз вот на это поколение еще можно надеяться. То есть, именно на детей, не знаю, где 7-8 лет. То есть, то, что еще вполне можно, с чем еще можно работать психологически. Той категории, которая еще, в принципе, на которую можно надеяться, что они придут к какому-то правильному восприятию мира вокруг себя и происходящим событиям. А вот молодежь, которая уже перешла там пубертатный период, да, там подростковый, или та молодежь, которая уже воевала, которая уже достаточно глубинно восприняла и почувствовала тот же запах крови, вот здесь будут очень серьезные проблемы. Я в этом абсолютно уверен. Кроме того, давайте не забывать, Запад, он никуда не денется. Давайте вспомним, что в Канаде, там порядка, там огромное количество беглых бандеровцев, и все равно тех, которых Хрущев реабилитировал, мы же это помним, остались поколения. Я вот даже с некоторыми представителями общался. Но вы знаете, это вот такое впечатление, что ты нарываешься на какую-то кость. Видно, что тебя уже ненавидят. Они обосновывают, они обосновывают это тем, что это были защитники, вот Бандера, да, это был защитник Украины. Свободная Украина. И они настолько этим проникнуты, что только вот коммунисты на тот момент, они, вот Советский Союз, там, и так далее, вот тот, кто всему этому помешал. То есть у них очень глубинное убеждение, и они это говорят детям, внукам. Вот, поэтому все вот эти вот, всю вот эту заразу, которая формировалась, в том числе и на Западе, а фашизм где сформировался? Точно так же он сформировался там в Италии по Муссолини, в Испании, да, то есть, дальше уже его Гитлер подхватил, модернизировал, то есть все это объединило, получился вот этот вот адов класса. То есть у человека это невозможно отнять, это все равно будет память. Точно такая же память останется и у сегодняшних, так называемых, украинцев. Поэтому на них сделали ставку. На казаков это невозможно, на белорусов это невозможно, да, там, на узбеков это невозможно. Совершенно другие нации, да, вот. А почему вот, вот мы же помним события 20-го года, и в общем-то, в общем-то, ведь действовали по одной и той же методичке, ну, как сейчас вот часто выражаются, и пытались, в общем-то, примерно то же самое сделать и в Беларуси. То есть сделать из Беларуси по итогу такую же антироссию, такую же торпеду, ну, пусть, может, меньшего размера, ну, я имею в виду, количество населения меньше, допустим, да, поэтому. Но вместе с тем, но сейчас по факту мы видим оппозицию беглую, которая, в общем-то, маргинализируется, и, ну, даже потому что, что у них там внутри происходит, мы видим, как они теряют, в общем-то, свою поддержку, даже среди своих сторонников, я уже не говорю там где-то еще. Но в Беларуси-то не прошло. А в чем главная причина? Ну, во-первых, Беларусь, мы тоже помним, есть исторический код у людей, это и итоги войны, да, и сильное лидерство именно Лукашенко, потому что в том фильме вот так держал. Вот. И, главное, не просто держал, а и давал развиваться. То есть, народ был сплочен, он не сейчас сплочен. Понимаете, может быть, единственное, что вот я не очень понимаю и у нас, и у Беларуси. Ведь, смотрите, мы все поверили Западу. Там все идеально. Мы должны подражать и в образовании, и в экономике, и в политике, и в межличностных отношениях. Тем более, что не будем глубоко уходить, это тоже политпсихология, как формировались западные страны, на чем они формировались. Они формировались на той же жестокости, там, да, там, инквизициях, и различного рода извращениях, и садомии, то есть, потому что им нравилось всегда и удовольствие, и комфорт. Это их основная была формула. Все-таки наше общество, и Беларусь, и безусловно, это наше общество, это совместное, действительно, кого можно назвать вот нашими самыми сейчас близкими и братьями, и, так сказать, людмическим. Мы живем почти, практически одним народом, хоть союзным государством, так исторически сложилось. Все-таки это кластер другого формирования, другого понятия, другого восприятия, другого движения. Понимаете, а здесь вошло что-то инородное. Что будет? Понимаете, когда в любое тело входит что-то инородное, это место воспаляется. Но это не означает, что если она попала за нотом в палец, это будет больно, это будет гнить. Но это не означает, что если вовремя не остановиться, надо отрубить палец и одну руку. Это вот если такую типологию брать, то же самое, что произошло в Беларуси. Я наблюдал эти события. Одно время даже в Польше находился, видел всех этих беглых, там не всех, но и так далее. Но они жалкие. Понимаете, они жалкие. На них смотреть не интересно, они понятно, что хотят. Они и там не особо нужны. Понимаете, то есть и вообще в Европе я видел, которые собирали деньги на борьбу с Путиным, они там собирали, что-то бегали там где-то. Какие-то гнусные такие вот проводят собрания, еще чего-то. Но вы понимаете, что Запад, он весьма прагматичен. Они прекрасно понимают. Поэтому, когда они смотрят на тех же Тихановских, когда это вот было вот вот эти вот все события, ну вот а что она, кто она сейчас? Это просто Запад держит, чтобы держать РНМ, что они против вот этого, против вот этой всей системы, против вот этих вот всех, как они считают, как они называют наших лидеров, и не только там авторитарными, там диктаторами и так далее. Это разбивается и философски, и технологически, и даже личностно. Я что имею в виду? Что есть системы управления, где-то применительно так называемая система парламентская, может быть, где-то еще что-то. А наши народы, они управлялись сильными лидерами, тогда они стояли насмерть. Как только это выходило, мы это видели, разваливались государства. И это не означало, что только тюрьмы, там еще что-то. Они все врут и дают это, что называется, на гора, информационное пространство. И люди, когда видят, на Западе они дохненькие, они слабенькие, они, знаете, такие нежные все, я 15 лет с ними проработал, они совершенно по-другому все воспринимают. Это мы такие вот жилистые, что называется, исторические. Они сразу раз это и схватывают. И когда им говорят, что вот там вот авторитарный режим, там вот диктаторы сидят. Ой, ай, караул, да, диктаторы там сидят. А мы еще за ценности, которые у нас являются основными, да, там, мужчина, женщина, а вот они вообще непонятно куда пошли. Они это воспринимают как свободу действия. как свободу личности. И если мы против этого, значит, мы затираем личности. Мне, например, один из европейцев, не буду там называть, говорит, Петя, зачем вы убиваете геев? Мы, мы не убивали геев? Нет, вот он нам пишет, что и показывает мне материалы, это самое, по-моему, это самое, английская, я не помню даже, какая, что, да, там понапишут, это понятно, да. Да, да, и они этим поддерживают вот этот негатив, потому что легче сказать, легче унизить человека, да, там, хорошего лидера. Кто-то почитает и здесь подумает, я, может быть, имел мнение одно, даже вот здесь, у нас в стране, у вас там, в Беларуси, ну, считай, действительно одно пространство, мы пересекаемся. Значит, да, вот я так не сделал, ага, значит, это плохо, значит, действительно он диктатор, а он совершает уголовное преступление, как это было, например, с теми же Навальными и прочими, да, когда молодежь втягивали, ими теми же методами. Я просто по некоторой идеологии, там, как раз, по противостоянию работал, когда надо было людям и молодежи говорить, что это совершенно другое, совершенно другие центры. Точно так же, как и у вас, когда молодежь кричала Лукашенко, уходи, помните, там он приезжал? Почему уходи? Почему толпа кричит уходи? Вам все так, два зарплата, все, что это такое? А это, это просто вот, вот эта колючка, которая воспалилась, ее надо срочно замазать, ее надо выпустить, надо людям объяснить, что это просто, определенная западная, вот эта гниль, грязь, которая проходила. А потом они уехали туда, они, в принципе, не особо нужны, но на всякий случай, знаете, в корзинке, ну, сейчас достанем Тихановскую, там, или еще кого-то, ну, потрясем ими. Они уже неинтересны, и к ним почти так же, почти так же относятся, уверяю вас. Разные коды, разная культура, и общение, так сказать, и формирование, поэтому, поэтому мы все и устояли, и устоим обязательно. Конечно, где-то что-то будет, потому что занавеса нет. Конечно, уже определенная работа пропаганды, так называемая, ну, ее практически тоже нет, да, то есть, сейчас уже надо с обществом работать, с людьми надо разговаривать. И вот эти институты гражданского общества, которые действительно должны работать именно на социокультурный код наших стран, нашего союзного государства, они должны существовать. Мы когда-то это упустили. А все остальное, между прочим, должно пересекаться. Еще один народ, который, как мне кажется, сейчас тоже большой, такой серьезный, может, не только сейчас, а на протяжении долгого времени, в своей психологической ловушке, это польский народ. В октябре событие важное для Польши, это парламентские выборы, там очень много, как сами поляки говорят, может решиться в плане будущего, хотя, ну, посмотрим. Вот эти фантомные боли, если хотите, как многие их называют, от той самой речи посполитой, как они говорят, от моря до моря, то есть, ну, от моря до моря. Территориальные амбиции, которые все чаще звучат в последнее время, именно в публичном пространстве Польши. Что это? Это такая конъюнктурная, исключительно внутренняя история, то есть, где-то рассчитана на какие-то настроения людей внутри Польши, которые, ну, возможно, тоже думают, что Беларусь, а кто-то, что такое Беларусь, это всего лишь исходные кресы, да, и западная часть Украины, это, собственно, тоже никакая не Украина, это тоже территория Польши и так далее. Либо же это действительно серьезно, и к этому надо относиться серьезно, особенно глядя на то, как милитаризуется сегодня Польша. Вы знаете, безусловно, к этому надо относиться серьезно, но если брать небольшие ретроспекции, мы помним, что Польша уже несколько раз пыталась это делать, и все это приводило к разделу Польши, да, вот даже по последним событиям, вот, событиями Второй мировой войны это все происходило. Кроме того, все-таки, вы знаете, я был в Польше, был в Варшаве, общался с корреспондентами, и с политологами, конечно, там установки к России, но и, безусловно, к Белоруссии, они дружественные, мне всегда это было интересно, то есть, насколько, и почему это так поддерживается польским обществом. Ну, не будем уходить в длинную ретроспекцию, историческую, да, там сложные отношения в России с Польшей было, и действительно, у Белоруссии, действительно, как в Польше, считают, что это кресы польские, поэтому, я думаю, что если бы сейчас Запад побеждал, вся вот эта вот свора, которая сейчас накинулась, победила, ну, или, скажем, побеждала, безусловно, та самая Польша, которая, как вы тоже знаете, фразу, гиена Европы, вот, она бы зубами вцепилась бы в Белоруссию, в Украину, и так далее. Сейчас все-таки, в определенной степени, они имеют некоторую форму, я не скажу, что это пиар, они все-таки играют в свою игру, и они все-таки пытаются что-то отжать из этого конфликта. Совсем остаться в стороне невозможно. Мы видим, да, действительно, они сейчас хотят сделать военный хаб, да, они сейчас даже предъявляют Германии претензии, да, репарации, вот, то есть повышая свой статус. А кроме того, вот вы говорите, выборы, оппозиция говорит, что они потащат их в суд уголовный, так сказать, и Дуду, и Воровецкого, и так далее. А я еще слышал, вы говорите, да нет, Дуда он нормальный вроде парень, но он что-то заигрался в политику. Было такое мнение. Вот, поэтому, в принципе, конечно, рассматривать Польшу как какой-то прям совсем ударный пулак, я бы не стал. А кроме того, я вот обращаю внимание на детали, вот, у нас тут есть пранкеры, такие там, Лексусы, еще кто-то не помнит. Лексусы, вот, да, 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 где он говорит, я очень осторожничаю, то есть за кадром у них есть форма страха. Я не буду, как говорится, вот в эту деталь открывать, бог с ним, у них есть форма страха, что, конечно, они полезут и могли бы полей. И, честно говоря, вы помните, да, когда туда ракеты падали, они даже не дернули. Они могли, они обвиняли Россию, там, караул, ай, давайте НАТО и так далее. И помним еще один факт, я просто привожу некоторые доказательства страха Польши перед, в общем-то, даже союзным государством, что они, когда вот во время военных действий и возможное вмешательство НАТО, были такие вбросы, они реально абсолютно просто, что больше может идти сама. Пожалуйста. Но много обсуждалось, это да, чтобы выйти из по-другому статьи, это Польша и ее самостоятельное действие. Да, это ваше, пожалуйста, заходите, но это не надо, это вот только вы. Да, будет оружие, будет вот такая прокси, да, опять вот. Где они? Нету. То есть, в принципе, они прекрасно понимают, что от них практически ничего не останется. Вот, поэтому я так думаю, что в принципе, да, это опасность, это не просто так, это не просто ребята, которые шутят или угрожают, это действительно реальность, но она реальность только в случае, скажем так, хорошего военного, даже не экономического, военного исхода вот тех событий, которые происходят сейчас на Украине. То есть, так или иначе, видите, возвращаемся на территорию Украины, на линии соприкосновения, и как многое там сейчас решается. От событий там, в общем-то, да, очень многое зависит. Поэтому, ну, пожелаем друг другу крепости духа и стойкости. Я думаю, победа будет за нами, другого не будет, не будет. А мы два бойца в одной пряжке и в одной мокопе. Спасибо огромное за этот разговор. Всего доброго, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok